Я хочу, чтобы вы понаблюдали, происходит ли это раз в три месяца или раз в девять месяцев. Удивительно, но даже физические ситуации повторяют друг друга. Вы становитесь доступными для этих циклов в зависимости от того, насколько вы неосознаны и нестабильны. Духовный процесс объясняет, как можно выйти за пределы этих циклов. С нами снова и снова происходят одни и те же события, как по шаблону. Те же эмоции и ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Как выйти из этого шаблона? Итак, хорошо, что вы хотя бы замечаете, что происходят одни и те же события. Большинство людей даже не замечают этого. Они продолжают повторять одни и те же циклы в разных декорациях и считают, что у них все хорошо. Хорошо, что вы это замечаете. Декорации могут меняться. Обстановка жизни в любом случае будет меняться. Сначала какая-то ерунда произошла с вами в школе. В следующий раз то же самое случилось с вами уже в колледже. Обстановка была другой. Потом то же случилось с вами на работе, затем в браке. Если приглядеться, происходят одни и те же события. Предположим, вы едите в Каимбатур из центра Йоги Иша и проезжаете деревню Симмеду. Вы знаете, где Симмеду? Нет. Ирутупалам. Прекрасное название. Ирутупалам означает «тёмная канава». Итак, вы на пути в Каимбатур. Приехали в Ирутупалам, осмотрелись и поехали дальше. Теперь там построили мост, и дорога больше не опасна. Раньше приходилось проезжать через опасные воды. Вы счастливы едете в сторону Ирутупалам, а тут снова Ирутупалам. О, опять Ирутупалам. Ничего страшного, просто не повезло. Вы продолжаете ехать, через некоторое время опять Ирутупалам. Ну вот, просто совпадение. И снова Ирутупалам. Тогда вы совершенно точно в тёмной канаве. Если по пути в Каимбатур четыре раза попадётся одна и та же деревня, значит, вы ездите кругами. Это значит, что вы никуда не продвигаетесь, не так ли? Если рассматривать человеческую жизнь как тело, да, оно куда-то отправится. Все мы знаем, куда именно. Вы знаете, куда попадёт ваше тело? Куда попадёт ваше тело? В могилу. Есть на ней была луна или нет? Ночь сейчас или день? Тело стало на 10 секунд ближе к могиле. Сейчас уже на 20. В то время, как я говорю, вы физически приближаетесь к могиле. Вот и всё, что происходит. Если вы находитесь здесь как физическая сущность, тогда это всё, что происходит. И если вы живёте здесь только физическим, постепенно вы заметите, что сначала жизнь — это игра, затем удовольствие, затем болит каждый сустав, а затем станет страшно, потому что конец уже близок. Вот такая последовательность. Вам не нужно проходить через всё это. У вас достаточно ума, чтобы осознавать это, сидя здесь. Наша удача в том, что мы существуем не только физически, в нас есть и другие измерения. Если говорить о вашем уме, то он может либо развиваться, либо ходить кругами. Если говорить об эмоциях, то они либо развиваются, либо зацикливаются. Даже в тех измерениях, которые вам пока неизвестны, вы можете либо зациклиться, либо двигаться дальше. Когда вы говорите, «Я замечаю, что моя жизнь идёт по кругу», вы, по сути, говорите о ситуациях вокруг вас. Больше, чем о том, что ваше собственное ментальное и эмоциональное состояние проходит через одни и те же циклы. Некоторые дамы, я говорю это со всем уважением, могут видеть это лучше, чем мужчины, потому что их ментальные и эмоциональные циклы короче. Каждый месяц, в определённое время месяца, многие из них проходят через определённый уровень ментальных и эмоциональных состояний, которые повторяются. Поскольку это повторяется каждый месяц, они чётко знают, из-за чего это происходит. Определённая физиологическая ситуация создаёт психологическую ситуацию, они отчётливо это замечают. Но, к сожалению, у вас нет менструального цикла. Я говорю «к сожалению», потому что если бы у вас было такое мощное напоминание, вы бы его точно не пропустили. Поскольку у вас циклы другого рода, вы можете не обращать на это внимания. Вы можете идти по жизни, не замечая этого. У женщин есть такое благословение. Поскольку они не могут пропустить это, они замечают, что происходит с ними. Мужчины должны быть гораздо более осознанными, им нужно больше работать над этим. Иначе вы будете думать, что идёте куда-то, но каждый раз будете возвращаться в Иротупалам, думая, что вы куда-то двигаетесь. В женском организме существует мощное физиологическое напоминание. Это не проклятие, а благословение, если вы знаете, как его использовать. Потому что любая нестабильная ситуация — это возможность. Это возможность для того, чтобы измениться. Когда существует установленный процесс, не так уж и просто что-то изменить. Когда периодически происходит дестабилизация системы, появляется большая возможность для перемен. Но в любом случае, если вы проходите через циклы, все в этой системе циклично, не так ли? Земля движется циклично, Луна циклично, все циклично. Если в вас нет определенной осознанности, решимости и целенаправленности, вы, естественно, станете частью циклов. Есть разные циклы. Самый длинный — 144 года. Раз в 144 года в Солнечной системе происходит определенные вещи. Мы празднуем Кумба Меллоу. Нам повезло, что при жизни мы стали свидетелями этого события. Следующий цикл — 12 с четвертью лет. Мы все его видим. Остальные намного короче. Есть трехлетние, 18-месячные, 16-месячные циклы и другие. В зависимости от того, насколько вы неосознаны, дестабилизированы и расфокусированы, вы становитесь доступными для этих циклов. Если вы очень рассеянны, вы становитесь доступными для самого маленького цикла. Если вы немного сконцентрированы, вы становитесь доступными для более длинных циклов. Но все подвержены этим циклам. Эта цикличность может означать рабство, но в то же время она может стать переходом. Когда, переходя от одного цикла к другому, вы выходите за их пределы. Вы либо выходите за пределы, либо повторяете один и тот же цикл. Это зависит от вас. В этом разница между астрологией и духовностью. Я сейчас буду говорить на непопулярную тему. Астрология пытается рассказать вам, как эти циклы вас связывают. Духовный процесс объясняет, как можно выйти за пределы этих циклов. Мы не отрицаем циклы. Было бы глупо отрицать циклы. Циклы определенно есть. Но мы рассматриваем возможности того, как вы можете ускользнуть от воздействия этих циклов. Если вы живете циклами, осознавая их, в вашей жизни будет уравновешенность, успех, определенный уровень благополучия и процветания. если вы разрываете цикл, если вы постоянно ищете, как освободиться от него, вы ищете освобождение. Вы ищете просто благополучие или же освобождение? Вот в чем вопрос. Соответственно, этому вы и должны жить. Если сейчас ваша жизнь проходит в циклах и повторениях, если вы снова и снова оказываетесь в эру топалам, вы понимаете, что так вы никуда не придете. Тогда пришло время изменить шаблон. Я хочу, чтобы вы понаблюдали. Происходит ли это каждый месяц? Я уверен, что для вас это не ежемесячно. Это происходит раз в три месяца? Или раз в девять месяцев? Раз в шестнадцать-восемнадцать месяцев? Происходит ли это раз в три года? Или три с четвертью? Может, раз в двенадцать лет? Нет, я хочу, чтобы вы это заметили. Не нужно ничего воображать. Но это происходит. Понимаете? Это просто происходит. Независимо от того, замечаете вы это или нет. Это происходит не только с вашим умом и эмоциями. Если вы осознанный, вы заметите, что даже физические ситуации вокруг вас повторяются. Это удивительно. Но даже физические ситуации в точности повторяются. Если цикл проявляется каждые три месяца, мы можем увеличить его до девяти месяцев. Если он проявляется каждые девять месяцев, мы можем продлить его до восемнадцати месяцев. Восемнадцать месяцев до трех или до двенадцати лет. Или мы можем увеличить цикл до ста сорока четырех лет. Еще лучше, вместо того, чтобы пытаться увернуться от этих циклов, мы можем прокатиться на них. Я катаюсь на своих циклах. Каждый раз, когда это происходит, моя жизнь меняется. И она кардинально изменится в ближайшие четыре-шесть месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok